Время новостей на телеканале Север. С вами в студии Илья Сахаров. Бюджет Неницкого округа на 2016 год принят в первом чтении. Окружные парламентарии проголосовали за основные параметры региональной казны. При рассмотрении проекта закона об окруженном бюджете в первом чтении обсуждалась его концепция и прогноз социально-экономического развития Неницкого округа, основные направления бюджетной и налоговой политики. Бюджет 2016 года будет принципиально отличаться от своего предшественника. По аналогии с федеральным бюджетом, бюджет округа стал однолетний. Рогнозируемый общий объем доходов окружного бюджета в сумме 15,573,254,9 тысяч рублей, в том числе безвозмездное поступление от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 214,456,4 тысяч рублей. Общий объем расходов окружного бюджета в сумме 18,644,326,5 тысяч рублей, дефицит окружного бюджета в сумме 3,071,060,000 рублей или 20% от общего годового объема доходов окружного бюджета. При рассмотрении проекта закона об окружном бюджете в первом чтении обсуждалась его концепция и прогноз социально-экономического развития Ненецкого округа, основные направления бюджетной и налоговой политики. «Четыре основных вида доходных источника, которые составляют примерно 95% всех доходов. Это налог на имущество организации – 5,3 миллиарда рублей. Это доходы от работы Харягинского месторождения на условиях соглашения разделе продукции – 4,8 миллиарда рублей. Это налог на прибыль организации – 3,1 миллиарда рублей. И это налог на доходы физических лиц – тот налог, который мы все платим – это примерно 1,3 миллиарда рублей». Дефицит более чем в 3 миллиарда рублей планируется покрыть за счет остатков, которые сформируются на начало года. Это около 770 миллионов рублей. Остальная сумма покроется за счет получения кредита. Уже в четверг депутаты приступят к рассмотрению проекта бюджета на 2016 год в режиме второго чтения. Это расходная часть главного документа. А 17 декабря на сессии планируется принятие основного финансового документа во втором и третьем окончательном чтении. Работая над казной округа следующего года, законодатели приняли изменения и в бюджет 2015 года. В результате сокращения расходов по некоторым направлениям и оптимизации удалось перераспределить часть средств на приоритетные направления. Я бы выделил три направления. Первое – это наше приоритетное направление – это социальная поддержка населения нашего округа. Дополнительно мы выделили сегодня сумму 65,7 миллиона рублей на социальную поддержку жителей округа. В том числе на предоставление права бесплатного посещения бань неработающим пенсионерам, на компенсацию, на материальную помощь по зубопротезированию для людей старшего возраста, на лечение за пределами Нинского авторного округа. Также средства будут направлены на единовременную выплату ко дню пожилого человека, бесплатное питание, предусмотренное для детей в возрасте до трех лет и другие социальные меры поддержки. Второе направление, которое выделил председатель собрания – это поддержка местных сельхозтоваропроизводителей. На эти цели дополнительно из бюджета выделено 109 миллионов рублей. Окружные законодатели с помощью этих средств поддержали СПК Путилича. 23 миллиона рублей пойдут на компенсацию затрат, потраченных на строительство нового современного убойного пункта и приобретение оборудования. 24 миллиона рублей получат оленеводческие хозяйства на производство мяса оленины. И 58 миллионов в виде субсидий будут направлены на развитие животноводческой продукции. И третье направление – это поддержка учреждений и организаций, которые работают на территории округа. В частности, мы приняли решение о выделении порядка 7,9 миллиона рублей нашему Наримарскому АТП в качестве компенсации недополученных доходов при пассажирских перевозках. Также было принято решение о выделении 77 миллионов рублей нашему Наримарскому авиапредприятию на приобретение двух самолетов новых взамен Ан-2, более комфортные, более экономичные. Около 15 миллионов рублей выделены Департаменту образования, культуры и спорта на финансирование учреждений Аграрно-экономического техникума, Детского сада «Умка», Дома культуры города Наримара и Этнокультурного центра. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».